Там у меня была такая помада, и вот с тех пор пользуюсь полтора года уже ей. Когда в последний раз была в Одессе? Я в Одессе последний раз была с Гариком, но мы тогда вместе не были. Мы были на фестивале, большой разница там. Я недавно посмотрела интервью Гарика, которое он давал в Париже, и он там сказал, что мы сначала с ним начали переписываться, а потом прекратили переписываться, и через время увиделись в Одессе. И как-то какие-то там... Ну, в общем, через время увиделись в Одессе. Хронологически было совсем не так, но у Гарика с памятью. Сложности. И мы сначала с ним познакомились в Одессе, на фестивале «Большая разница». Как потом мне рассказывал и он, и его друг, что Гарику я уже очень нравилась тогда, и он своего друга, и всё. Значит, давай останемся, давай останемся. Они на тот момент уже неделю там были, а я только приехала. В общем, они остались, уехали. И прошёл год, и Гарик мне сам написал в Твиттере. На тот момент был Твиттер. И у нас завязалась переписка. После этого Гарик предложил переписываться ВКонтакте. Сказал, что ВКонтакте чат удобней. Потом телефон, потом мы созвонились. И всё. И, в общем, наши отношения начались. Вот. То есть немножко приврал он в парижском интервью про хронологию. Вот. Тогда я была в Одессе в последний раз. Давненько. С Гариком уже 9 лет вместе. Ну, в общем... Ой, господи, 8 лет вместе. Поэтому 9 лет назад. Давно. Кристина. Когда вы в последний раз были в отпуске? В августе я была на Мальдивах. В сентябре я была в Турции 2 недели. И 2 недели на Мальдивах. Я месяц отдыхала. Но у меня образовалась неделька с конца января по началу февраля. Поэтому я думаю, что куда-нибудь рванул. Меня друзья зовут Кататься на Лыжах. Клим Шипенко со своей супругой. Милаш Бикович. Саша Петров со Стасей Милославской. Андрей Фомин со своей девушкой. В общем, компашка там интересно собирается. Но не знаю. Возможно, поеду на морях в тепло. Я уже затекла спина, честно говоря. И очень хочется фастфуда. Да и вообще поесть что-нибудь. Кристина, каким парфюмом пользуетесь? Я пользуюсь. Бакара. Пришла я недавно в магазин. И говорю. Мне нравится Бакара. Я пользовалась ей долго. Хочу поменять. Можно какую-нибудь альтернативу, похожую на Бакару? В общем, консультант посмеялась и сказала, что к нам все приходят. А Бакара, оказалось, я не знала. Что это очень какой-то хитовый аромат. И сказали, что все приходят, кто ей пользуется. И говорят, нам нужна замена Бакаре. В итоге два часа походят, посмотрят, выбирают, выбирают. И снова покупают Бакару. Мне когда это рассказали, я думаю, ну вот нет. Вот сейчас я точно возьму другой аромат. Нет, не буду как все. Я хочу сменить оптику. Хочу. Хочу что-нибудь другое. Походила два часа, послушала, повыбирала. Снова купила Бакару. Вот. Ну, кстати, вот этот, наверное, самый комплиментарный аромат, который у меня когда-либо был. И я вообще на себе его не чувствую, вообще на себе его не слышу. Часто вот буквально, ну и в театре сегодня говорили, и в салоне я сегодня сестра была, говорили тоже. Блин, какой запах, какой запах. А я понимаю, что я вообще его не ощущаю. Я не знаю, как это пахнет. Правда, не знаю. Но вот все говорят. Говорят, это хорошо. Ну, значит, будем пользоваться. Решили установить рекорд. Два эфира подряд. Да, да, есть вам решила. У вас больше правильное питание? Нет. Хочу все начать, но откладываю. С понедельника начинаю уже несколько лет. Заканчиваю со своим перфекционизмом. Видно, какая вы строгая к себе. Есть такое. Диета, гарик и текст. Три самых популярных сообщения во время прямого эфира. Да и не только во время прямого эфира. Когда не ощущаешь запах духов, это значит твой запах. Ну, говорят так. Значит, твой. Ты домой или на работе? Нет, это не мой дом. Это моя гримерка. В театре. Сегодня смотрела фильм «Чемпионы». Вообще класс. Спасибо. Люблю это кино очень. Почему вы домой не едете, да? Ой, простите. Сейчас поеду. Сейчас не могу встать. А-а-а. Что любите есть? Да я все люблю. И картоху люблю, и курочку, и рыбку. И, ну, овощи, они какие-то овощи. И макарошки люблю. Паста вообще фанат. Пиццу, ну, так. Бургеры люблю. Но я мясо ем хорошие прожарки. Вообще прям везде. Везде, везде. Не люблю вот это какое-то... Ну, кровь, понятно, вот эта розовенькая. Бле. Я если вижу вот это чуть-чуть, они мне говорят, да хорошие прожарки. Я говорю, не-не-не-не. Мне чтобы оно сухое стало. Прямо уж прям вот деревянное, но мне хорошие прожарки. В общем, и супцы люблю. Салатики, но они холодные какие-то. Ну, тоже могу. Вы водолеи, нет овен. Бывают гастроли за границей. Мы были в Риге и в Таллине год назад. А так все по России, матушке. Донецк, привет. Якутия. Фобии есть. Я жутко боюсь насекомых. Просто жутко всех. Мне кажется, и комаров тоже. Я всех боюсь. Из-за этого страха я не полетела на съемки передачи Форд Боярд. Он, наверное, уже был в эфире. Наверное, уже столько времени прошло. Летом были съемки. В июле я не полетела. Знала, что обязательно там моя встреча с насекомыми состоится. Сердце может не выдержать этой встречи. И хотя бы разрывалась, конечно, между своим страхом, между желанием поучаствовать в Форд Боярд. Потому что я в детстве смотрела и наши, и зарубежные выпуски. И очень хотела передачу моего детства. Я фанатела от нее. Продоставилась возможность, а я отказалась. Говорят, будет продолжение. Блин, я в раздумьях. Боюсь темноты еще. Не так, как насекомых, но тоже боюсь. Горик все время длится, что у меня везде дома включен свет. То ли кто-то поет, то ли очень громко смеется в театре. Вот. Дома у меня, да, везде включен свет. Блин, я боюсь темноты. Текст, 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 текст. Привет, привет. Так, 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 так. Глаза на мокром месте? Да нет. В спектакле я плакала много. У меня, кстати, когда я выжила на стану, у меня был очень красивый макияж. Я весь его выплакала. Прямо умылась, умылась, умылась. И как-то кое-как накрасила их на поклон. Плакала и во время спектакля. Сейчас, ну, не знаю. Думаю о еде. Влажный глаз стал. Странные какие-то вопросики. Текст, гарик, диета, питание, да, кожа. Овны – самый тяжелый знак. Слушайте, это от людей зависит. Я разных и овнов встречала, и козерогов, и у меня есть люди от знаковых знаков. Абсолютной противоположности. Поэтому с именами связано, с датами рождения. Я во все это не верю. Свинину не ешь, ну, меньше люблю. Ты счастлива, что стала актрисой? Ну, ребят, ну что за вопрос? Прям несчастна. Страдаю каждый день. Ну, конечно. Конечно. Иначе бы я не занималась этим. На пухгет не собираетесь? А, простите. Там все. Собиралась, кстати, в Новый год. Но заболела, легла в больницу. Вообще ни разу там не была. Хочу. Да, там все действительно. Смотришь ленту. Таиланд, Бали, Мальдивы, Дубай. Москва. С гримерки еще не выгоняю. Я, кстати, как-то заснула после спектакля. Проснулась в 12 ночи, по-моему. Поехала домой. Вот, дома. Ну, сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. А в Соединенные Штаты хотите? Была много раз. Люблю. Хочу. Виза закончилась. Это была в Абхазии? Нет, не была. Не Таиланд, а Таиланд. Хорошо. Таиланд. Сестра написала, хорош в эфире сидеть домой, давай. Таиланд меня ждет дома. Я приеду. Сколько до дома ехать? Минут. Сейчас, без пробок. 45. 45. 45. 45. 45. 45. Сердечки. Покажите ногти. Сну и снятся. Снятся. Какого числа ДРН? 14 апреля. Бывали на Байкале? Нет. К сожалению, не была. Сестра права. Любишь собачек? Обожаю. Вы водите машину? Прав нету, умея водить. В нескольких фильмах водила машину. И училась. Но права так и не получила, и не хочу. Не хочу. Мне очень комфортно какими-то делами в машине заниматься или отдыхать. Сестре помогаешь. Она кто? Мы с сестрой вместе занимались спортивной гимнастикой. Карина у меня младше, на три года. Она больше результатов давила в спорте. Сейчас она тренер по гимнастике в Крокус-фитнес. Преподает и деткам, и взрослым. Если хотите научиться делать сальто, или ребенка дать просто для развития, да и не просто, она их в серьезный спорт готовит, приводите к моей сестре. Она очень крутой тренер. Правда, не знаю, есть ли у нее время не расписано все. Вообще, круглосуточно, она вообще не отдыхает. Я много работаю, но сестра в шесть раз больше не работает. Куда я ее не зову полететь куда-то, куда-то пойти на мероприятия, даже на день рождения. Она все время работает и приезжает поздно на все мероприятия. После работы. Была в Туле. Была. У меня бабушка с дедушкой из Тула. Сестра живет с вами. Сестра... Нет, она живет не со мной. Но сейчас приехала на две недели новогодние праздники. Сегодня уже планирует домой. Вот поэтому она мне и пишет, ждет меня дома. Уехать хочет. Была в Баку, не была. Не была, хочу. Спасибо огромное вам за вашу игру в фильме «Текст». Очень честно, отыграно. На шпагат сейчас сядешь? Да сяду. Сейчас не буду показывать в эфире, но я ей сальтуху прыгну. И, кстати... И планш сделаю, много что сделаю еще. Кстати, снималась я... Участвовала я в программе без страховки. Как раз про гимнастику, гимнастические навыки там были очень даже на руку. И на первой же программе не дали размяться, хотя обещали, в общем, неразогретую. Выпустили меня на ковер, объявили, съемка шла. Включили еще... Двувольные упражнения были. Включили еще дым, который не... Не было его на прогонах, на репетитах не планировался. Густой совершенно. Он был там примерно выше колена мне. И я не могла... А я прыгала рано-флекс-альто, и я не могла рассчитать. И, в общем, прыгнула я рано-флекс-альто, и коленная чашечка у меня вылетела. В общем, был у меня разрыв передней крестообразной связки колена, задней и боковой еще. И сложнейшая операция была. Вот. Таким было мое участие в шоу без страховки. Я его не смотрела. И там вот я много... Ну, как много, что сама делала. Вот. Собиралась. Собиралась. Может, какие-то там репетиции показывали. Может, нет. Я не знаю. Я не смотрела программу до сих пор. Если его видели, скажите. Это было страшно. И я не смотрела. Я боюсь смотреть. Очень. Боюсь. Тяжелый был период в моей жизни. Тогда у меня и проекты полетели, и на костылях я ходила месяца три. Лежала долго. В общем, трындец был. Депрессия была страшнейшая у меня. А продюсеры шоу предложили мне записать мою операцию, чтобы там съемочная группа была. Во время того, как я под наркозом, значит, меня оперируют. Вот так. Шоубиз. Смотрела только первый выпуск. Показали. Я еще там в двух программах участвовала. Может, не показали. Я не знаю. Сегодня мультерны смотрела. Я что-то про них слышала, но, видимо, по нашему сериалу сделали и нас нарисовали. Я не видела вообще. Ну и как? Прикольно. Что? Ага. Прикольно. Ладно. Чего? Пойду и домой. Дома меня ждут. Думаю, может, выглядываю. Может, какой-нибудь финальный вопросик ответить? Ну, нет вопросов. Да, мультерна ржачна очень. Там ваш милый голосок. А там переразвучено? Не смотрела. Посмотрю. Прям весь сериал. Ну, ладно. Пора и честь, как говорится. Да, я заскучала с этими вопросами про фильмтекст. Желаю удачи вашей семье. Спасибо. Доброй ночи, Кристина. И вам доброй ночи. Еще раз всех. Со всеми наступившими праздниками. Будьте счастливы, здоровы, любите, любимы. Всем привет, всем пока, доброй ночи. На связи. Следующий спектакль у меня послезавтра. Увидимся послезавтра. Завершить.